Якутия в мире Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире» и у нас в гостях Мария Шишигина-Палсен из Германии. Мария, какой у вас именно подход, у вас с мужем, именно к тому, чтобы они узнали о культурах о Якутии и о Исландии? На каком языке вы, например, разговариваете с ними? Тоже интересно узнать. Спасибо за вопрос. Этот вопрос меня само интересует, потому что дети в Исландии говорили у нас на трёх языках. На исландском, на русском и на английском. Потому что с мужем мы говорим на английском между собой. В садике они говорили на исландском. И когда со мной дома они находились, я говорила с ними по-русски. Когда нужно было всё-таки мне по-якутски с ними как-то говорить. Но, тем не менее, я рада, что мой муж очень интересуется нашей культурой. Ему это очень близко. Он играет на хамусе. Это было одно из условий тоже. У нас вся хамусная семья. Это первое, что ты должен пройти твой челлендж. И он взял и сразу заиграл. А оказывается, не все могут. Мне казалось, что это как бы тоже нормально, да? А потом в Исландии мы пробовали даже музыкантам давать. Мне к этому там не получалось никак. А Арнер раз и заиграл. Я говорю, ну, значит, знак такой. Благодаря моему мужу, все презентации, всё, что произошло вообще в Исландии, Сергея, на фестивале викингов, всё. Это же он же меня возил. Когда я поехала знакомиться с этим, с Йоханна, с Амвизером Бёрнсом, который помог Сергею очень, да? Всю нашу делегацию встречал. Тут же сходу, здравствуйте, я Мария. Хочу представить нашу культуру. У вас тут викинги, мы там. И была такая гипотеза, что Элей прародитель родом из викингов, да? Вот Василий Чемизов мне книжку дарил, и он говорил, что это знак, это всё исторические знаки, то, что так произошло. И в итоге, когда я рассказала, это мне сказали, да, конечно, приходи. 15 июня жду. И всё, у нас больше никаких не было. Это, говорю, у нас 15 июня я уже представляла масс-рестлинг. Мои дети всегда участвуют. У них были всегда якутские наряды. С детства они, если я была всегда в школе, они всегда со мной на каких-то мероприятиях. Любая выставка, любой конгресс, они везде. Благо, что в Исландии можно даже с коляской прийти на любую конференцию, хоть куда, да? И они везде ползали, где-то рядом. Я представляла, играла на хамухе. В Исландии мне всегда говорили, едешь на родину, учи детей якутскому языку. Никто никогда не говорил, что они обязаны, если в Исландии, говорить на исландском, да? В любом случае, они тут пока есть, они исландский выучат, а ты едешь на родину, говори на якутском языке. Всегда говорили, нет языка, нет народа. Ты должна это в себе детям дать тоже. А по-якутски они знают. Утуй, агэха, барэха, тюрганейк. Вот такие слова они знают. Сейчас они могут себе представить, как их зовут. И мне нравится то, что они идут в школу тоже с удовольствием в национальных костюмах. Какие-то мероприятия они играют на хамусе. И для них, честно говоря, Россия — это Якутия. Когда у них спрашивают, вы кто? Они говорят, что саха-викинги. Саха-викинг. Саха-викинги. Такая новая нация. Получилось. Но мы их не заставляем. Вот, например, с тем же хамусом мой папа, он никогда меня не учил. Он просто когда-то подарил. Будешь играть, играй. Отзовется когда-то. Тогда отзовется. И вот поэтому говорю, наверное, когда у меня в Исландии это все началось, я уже поняла и осознанно сейчас играю. Каждый звук, подбираю хамус очень щепетильно. Это все потому, что само это ко мне пришло. И меня никто не заставлял этому. И детей тоже мы не заставляем. Когда им интересно, мы хватаем этот момент и наполняем их, и смотрим уже, как оно идет. Сейчас они все равно больше в якутской культуре склонны. Они любят чарапчи одевать, они любят костюмы. У исландцев такого нет. У них раньше были, вот сейчас музеи можно увидеть, но не как в Вякутии. В Вякутии все равно же у нас чабака, там деленький обьет. Полине вообще все это нравится. Когда мы на эссехе ходили, она с открытым ртом на все украшения. И тоже мне надо тоже такое. И мы ей заказали красивое очень платье. Когда она ее одевает, она прямо вот осанка, она вот такая, как Майя Плесецкая становится. Не идет, а плывет. И ей это очень нравится. Мария, в следующем году планируется провести форум соотечественников в республике Сахар-Якутия. И вот хотелось бы услышать ваше мнение, что можно было бы донести до республики от имени тех якутян, которые живут за пределами и региона, и страны. Какие вообще вопросы нужно поднимать на этом форуме? И вообще планируете ли вы приехать на него? Я с удовольствием приехала бы. Просто вот единственное, с коронавирусом и вот со всеми этими событиями мы не можем, конечно, что-то угадать, как оно будет. Так как у меня вот сама переоценка ценностей и вообще возвращение к орням случилось в Исландии, мне бы хотелось, чтобы было больше взаимодействия с исландским народом. И они тоже очень заинтересованы. У них есть культ лошади. У нас, например, есть из конского волоса очень много плетения. Это их интересует. И вот могло бы быть взаимодействие такое. И исландцы, они вот так, как они, видимо, обособленно очень находятся. Так же и мы, в общем-то, очень далеко. Нам кажется иногда, что за границей это вот все, как вот это море, это такая богатая жизнь, да, вот что-то вот такое. Для народа мне бы хотелось донести, что вот счастье и все, что оно есть, оно вот здесь. Мы должны это любить. Никогда ни с кем себя не сравниваться, да. Больше самосознания, да. Я понимаю, что там, наверное, важно, там какие-то экономические проекты, да, деловые, там, по медицине и образованию. Но мне бы очень хотелось именно поднять духовное самосознание народа, да, для того, чтобы они понимали, кто у них есть, чтобы они ценили и хранили свой язык, потому что меня всегда спрашивают, а какое твое настоящее якутское имя? Я говорю, ну, меня зовут Мария. Ну, а как это будет по-икутски? Мария. А почему нет якутского имени? Хотелось бы, чтобы у нас в Якутии, когда презентационный материал есть, и мы показываем одну картинку, да, и она какая-то вот на время туристов или гостей, она вот такая вот, да, а когда ты вглубь входишь, да, людям не нравится, а там, в Исландии, например, чем они глубже живут, чем они больше там в деревне, тем больше они такие, вот мы настоящие исландцы, вот мы знаем, как оно было, мы до сих пор вот живем, как это было раньше, да, а у нас даже вот про те же наши условия в деревне, да, я думаю, что вот именно там закаляется и наш характер, и сохраняется это все, и там вот настоящие люди. Вот хочется мне, чтобы люди, кто там живет, очень гордились собой, что они вот, это наше богатство, оно так и есть. Здесь, только здесь я поняла, что оказывается, наше богатство, это климат, не то, что даже холод, это вечная мерзлота, на которой могут прорастать только те травы, которые очень полезны, там много микроэлементов в наших ягодах, в наших травах, то, что у нас есть, это очень востребовано, да, что у нас есть большие, такие уже дальше, но пока мы не стоим твердо на ногах, и не просыпаемся утром, радуясь, что вот я здесь, я такой счастливый человек, духи наши подарили жизнь, вот есть солнце, выйдя на улице снег, выйдя на улице, комара кусил, да, от этого всего нужно получать довольствие, когда все уже пойдет, да, нам больше ничего не надо будет делать, потому что у нас есть все, мы самая богатая республика, не только ресурсами, а климатом, самое главное, наш климат, это вообще самый лучший климат на свете, потому что в Германии не было три года снега, представляете, три года, и когда он выпал, тут все соседи выбежали, стали делать снеговики, а я говорю, а вот у нас в республике всегда так, у нас всегда так, где бы я ни была, я всегда буду гордиться своими корнями, потому что это мне дорогого и долгого процесса стоило, да, но сейчас где бы я ни была, я с удовольствием хожу только с якутинскими сумочками, мне не надо никаких дольче габбана, только ручная работа, чтобы это было от нас, всегда, когда, если кто-то спрашивает про хамус, я говорю, наши кузнецы это делают самобытным, вот этим образом, мы до сих пор делаем это не на машине, мы делаем руками, и поэтому это стоит вот столько-то, потому что это ручная работа, это энергия, за этим всем стоит история, за этим всем стоит климат, за всем этим стоит, вот представьте, до сих пор он с печным отоплением живет в доме, сейчас 21 век, вы представляете, какой сильный человек мог это сделать, после этого рассказывал, у людей там, вау, ой, я хочу еще сезти, да, вот посмотреть, раньше у меня было столько вопросов, мне было бы легче там в Якутии, да, после того, как я начинаю рассказывать, у меня вот вся информация идет как-то автоматически, откуда-то изнутри, просто вот мир без границ, это вот я все равно, это как миссия, да, и ты вот идешь дальше, идешь, вот Пекарский, например, его ссылку в Якутии там отправили, да, но это лучшие труды он сделал там, да, ему нужно было, вот, кстати, хотела тоже сказать, иногда нужно делать вот такие моменты тишины, свои личные, вот, чтобы было твое только личное пространство, вот, поработали, поработали, обязательно на выходные выехали куда-нибудь на природу, деревни, какие тишина, вот тогда вы начинаете уже себя чувствовать, вы отдыхаете, и вот у немцев, кстати, я тоже поняла, что тот хорошо работает, кто хорошо отдыхает, да, после четырех все, после восьми часов все, я до сих пор, кстати, вот у меня генуборка, это суббота, воскресенье, а тут наоборот, суббота, воскресенье, цветы и дни, для семьи, в субботу они поезжают куда-нибудь на природу, в воскресенье, они просто отдыхают, в церковь или еще куда-то, вот это нам нужно стабилизировать, не хочется довести до народа, пожалуйста, делайте так, чтобы у вас было для себя время, для тишины время, тогда будет все намного эффективнее, мост именно с Исландией был взаимодействием, потому что они очень уже, так только я сказала, что у нас минус 50 и плюс 40 как жара летом, они сказали, что, ну, значит, там живет очень сильный народ. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, Мария? Мне больше бы всего хотелось, чтобы люди поняли, что счастье не где-то, не там-то, даже не вокруг, а счастье, оно в вас. И для того, чтобы понять и найти его внутри, очень много нужно перейти, эмоций, когда-то позволять себе, позволяйте себе дурачиться, позволяйте иногда быть себе злой, да, просто потом понимайте, почему это так. Ленитесь, только потом думайте, почему вам захотелось лениться, потому что это раньше было какое-то плохое качество, да, а лень, это же рефлекс, это же ваш организм дает вам дать понять, что, стоп, остановись, да, а у нас бывает так, что пока ногу не сломаешь, да, пока там в больнице не окажешься, ты не понимаешь, что нужно было тогда еще становиться, организм давно дала знаки, поэтому слушайте свое сердце в первую очередь и потом уже подключайте мозги, а не наоборот. Спасибо большое, Мария. Друзья, я напомню, что у нас в гостях была Мария Шишигина-Пауссен, для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Якутия — это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце Родиной, другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья. Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова